Добрый день, друзья! Хотелось бы сегодня поговорить о правильном основании нашей жизни. В 1 Константин 3.11 написано, Павел сказал, что никто не может положить другого основания, кроме того, что Иисус и есть, является Христом. В устроительстве церкви мы должны всегда понимать, что когда Иисус в Матфея 16 глава спрашивал, кто я, то у людей, которые еще не имели основания, что Иисус является царем, царем, господом, господствующим, что Он тот, кто оживотворяет человека в Его духе, они видели в Нем человеческие черты характера. То есть они видели в Нем человека, который делает помощь близким Еремия, любит людей, человека, который знает четко закон Божий Иоанна Крестителя. Или они видели в Нем, как в человеке, то, что в Нем сильное помазание от Бога, что Он может исцелять и изгонять бесов. Или что Он пророк, Он говорит слова, и слова не исполняются. Но они не понимали, что Иисус является Христом. Такое же понимание часто есть у людей, которые приходят в церковь. У них разное понимание, чем должна заниматься церковь. Они думают, что церковь должна помочь людям в их проблемах, церковь должна освободить, исцелить, церковь должна являть чудеса, знамения или научить нравственным законам жизни, или же в то же время, как говорится, иметь пророчество на каждого человека. Но все, что должно церковь являть и делать, это давать слово о Христе, давать Христа в жизнь человека, чтобы Христос стал хозяином в жизни человека. И если Христос является хозяином, то все остальные вещи, они станут на свои места. Поэтому есть сегодня церкви, которые под мнением часто людей или по необразованности пастора принимают движение гуманизма, то есть движение помощи людям, движение угодить людям, чтобы люди получили через них любовь Божия. Я этим занимался 22 года, и я знаю, что сколько бы ты людям бы не делал добра, ты никогда, у них не получится, скажут, достаточно и хватит. Мало кто это оценит. Вспомните, просто так, это то же самое, что делал Иисус. Здесь прокаженных истрелил, сколько людей пришли поблагодарить. Когда пришел он в Капернаум, хотел говорить им слово, они говорят, нет, исцеляй, освобождай, изгоняй, делай чудеса и знамения. И им не нужно было слово от Бога, им не нужно было Христа. И Иисус очень сильно печалился, и поэтому мой вам совет, друзья, если люди приходят в церковь и ждут от вас, что вы угодите им и поможете, и через это они получат благодать и уверят в Бога, то вы получите большое разочарование. Может быть, из 10-ти один и как-то вернется. Поэтому, если людям не интересен Христос, его слово, неинтересно учение, а интересно видеть, что вы можете им помочь, у вас есть ресурс, и они вас ожидают, то это неправильный подход, на чем должна строиться церковь. Но у неверующих людей, как и во времена Христа, они будут ожидать, что именно это должна быть церковь. Даже простой пример могу сказать. Когда я был в Южной Корее, южнокорейцы, они понимают такие вещи, что самое главное для возрождения страны, это чтобы были сильные пастора, которые будут давать Христа и формировать духовные основания в жизни людей. И тогда и страна будет духовно возрожденной, и разложения ее так не будет. И поэтому вся пастор, они вкладываются в пастора, они покупают ему машину, они заботятся о том, чтобы все необходимое было у пастора, чтобы пастор только постоянно учил и давал слово. Ну, например, в российских церковях я часто вижу следующее. Наоборот, что люди, приходя в церковь, не понимая, что пастор должен, все, что должен пастор задавать Христа, его слово, они ожидают, что пастор должен им помочь. И пастор обязан им помочь, и в основном они не хотят учиться, они хотят конкретно, как говорится, не учите меня жить, помогите материально. Поэтому сегодня я хочу вам, чтобы вы понимали, что главное основание – это Христос. А Христос что делал, чтобы ученикам пришло это понимание? Он три года учил апостолов, три года каждый день учил, чтобы к ним пришло понимание, что Иисус есть Христос. Тогда изменились их мотивы, изменились их цели, изменилась вся их судьба, и мы теперь для учеников видим, что они могли поменять эпоху. И теперь второе, что я хотел сказать, самое большое благословение – это когда ты сталкиваешься с человеком эпохальным, человеком, который может Христа утвердить на престоле твое сердце, а еще сильнее – это когда ты встречаешься с человеком, который видит, как можно поменять город, как можно поменять всю страну Христом, чтобы принести реформацию и возрождение, чтобы разрушилась культура сатаны и утвердилась Царство Божие. И когда вы сталкиваетесь с эпохальным человеком, держитесь и старайтесь сделать все, чтобы быть возле эпохального человека, чтобы помочь ему совершить ту работу, которую в него вложил Господь, стать частью его команды, тогда вы станете историческими личностями, и тогда в вашей жизни произойдет шедевр в вашей жизни. Поэтому и этот принцип, он касается всего. Если вы нашли человека, который специалист, большой специалист в своем деле, старайтесь быть рядом с ним, и через это вы возрастетесь. Потому что надо развиваться как духовно, так и в таланте. И я вам говорю, что духовно надо находить эпохальных людей. Надо не людей, которые вам служат, а людей, которые вас учат жить по воле Божьей, учат вас жить Христом. И эту вещь сделал апостол Павел. Из всех апостолов он совершил больше всех работ. Почему? Во-первых, у него по мышлению он был из царского рода, и он знал, как управляется страна. Он знал, как формируется культура страны. Во-вторых, хоть он и не был напрямую учеником Христа, он хорошо знал Писание. И из всех апостолов он 60% Библии написал. И что же он сделал такого, что не смогли сделать напрямую ученики Христа? Он поставил систему образования. Он ежедневно обучал своих учеников. Ежедневно. И евреи, фарисеи, даже сейчас говорят, если бы в христианстве не было апостола Павла, который еврейский метод обучения, наставничества поставил в христианстве, то христианство бы не выросло до таких размеров. И апостол Павел сказал такую фразу своему Тимофею. И что слышал от меня, то найди верных и научи. Также он сказал, я не строил на чужом основании. То есть у всех апостолов было основание Христос. Но методика обучения, методика евангелизации у них была разная. Но Павел отличался и сделал намного больше. Почему? Потому что он поставил ученичество. Потому что он поставил ученичество в основу. Ежедневное ученичество, ежедневное ученичество. Один пастор мне сказал такую фразу. У меня сейчас растет церковь. Я говорю, за счет чего? Он говорит, я молюсь за больных, я изгоняю безов, я даю продуктовые пакеты голодным. Я говорю, хорошо, если ты будешь давать продуктовые пакеты голодным, в церковь придут голодные. Если будешь молиться за больных, в церковь придут больные. Если будешь изгнать бесов, в церковь придут люди одержимы. Но лично мое, я ищу учеников, как искал это Иисус, и как искал это апостол Павел. Потому что когда ты утвердишь ученика, то ученик, будучи духовно сильным, он может и накормить, и знать, и освободить. Но самое главное, он совершит течение. Он может оживотворить места действия. А если ты будешь делать на то, что предыдущее, то церковь будет жить, пока будет жить сильный пастор. Пока будет хватать у него деньги, пока будет хватать у него энергии. Но как только пастор уйдет, как только закончатся деньги, очень многие, которые бы кушали с его стола, получали благословение с стола, обратятся против него и скажут, что уже любви в церкви нет, пастор уже не столько успешный и заботится о нас. И они бросят, как бросили Христа, как бросили многих других пасторов. Поэтому, когда я говорю, что я хочу совершать, я хочу идти по примеру Христа, я хочу идти по примеру апостола Павла. Ставить систему, ставить структуру обучения. И когда ученика научишь, бесы к нему не притронутся, финансовое обеспечение к нему придет, но самое главное, Христос будет хозяин жизни, у него будет духовный взгляд на все сферы своей жизни, и он сможет совершить всемирную инвизацию и также находить учеников. Поэтому главная моя сегодня цель – искать учеников. И если вы действительно слышите это послание, просто пишите комментарии, входите в систему ученичества обучения, потому что система ставится. Многие пастора сейчас, слышу мои проповеди, говорят, главные ученики, а я хочу спросить, а есть ли у вас ежедневная система обучения или ваше ученичество основано только на том, что вы в воскресенье скажете и подражание вам, а не совершать всемирную инвизацию. В общем, ставьте ваши комментарии, будьте благословенны, всего вам доброго.